Двадцать третий вопрос, Маркаллаху фейкум. Наверное, у вас последний вопрос это. Детей, которые ниже пятнадцати лет, меньше этого возраста, приказывают держать хвост, или Амр делается им держать хвост, так как обычно в намазе делают. Джаваб, шах дает ответ. Да, дитей, Амр делается, повелевается, то есть Амр делается, приказывается, которые еще не стали совершеннолетним, им делают Амр, чтобы они тоже держали хвост. Когда у них силы хватает. Так как сподвижники, ради Аллаху, обычно сделали это со своими детьми. Есть такой, значит, текст от ученых о том, что кто является опекун над определенным частью людей. Амр, у меня сигары, которые они маленькие. Ему необходимо делать, что делать? Амр делается, просто держать тот, кто находится под его опекунством. Почему? Чтобы они приучились к этому. Чтобы они привыкли. Привыкли. Чтобы они перенимали нрав, основы ислама в своих душах. То есть, как нрав они приняли, основы ислама в своих душах. Чтобы основы ислама для них превратились, как природные чувства. Понимаете? Чтобы основа ислама для них в дальнейшем, в будущем, как природные чувства. Они хорошо чувствовали, что это основа ислама. Но если им тяжело, когда будет им тяжело, или какой-то вред им принесет, то им нельзя, говорит, заставлять держать пост. Сейчас, говорит, я, здесь, говорит, даю такое примечание по этому вопросу, который некоторые отцы, некоторые матери делают. Я делаю, говорит, замечание. Эти родители запрещают своих детей держать пост. Рахматан бихим, миру яскник. Или там, ишфахан алейхим, жилые, им жалко, жилеть. А на самом деле, милость проявлять по отношению к детьми, так не бывает, чтобы их запретить от благих делах. Тем более, они когда могут делать. Настоящая милость по отношению к детьми, это когда им делают Амр, приказывают им выполнять закон Ислама. И привыкнуть их выполнять закон Ислама. Приучить их к этому. Это есть настоящая милость по отношению к детьми. Некоторые люди, их дети до обеда спят, не трогать их. Ну, они маленькие. Нет, надо учить их. Не надо их учить хорошими словами. Да. Побуждать к хорошим делам. Поистине, это поступок нет в сомнении о том, что относится к хорошему воспитанию и, значит, полноценной дисциплине и соблюдению. Понимаете? То есть, к числам хорошим воспитания и, значит, благополучной, там, соблюдению дисциплины в то время будет, когда родители приказывают своих детей, чтобы они выполняли хорошие, благие исламские дела. Да. Поняли, да? Поэтому у нас говорят, что дерево, его сгибать невозможно. Можно было сгибать дерево в то время, когда они были ветками. Ветка. Ветку можно засигнуть. Дети, поэтому большинство, когда взрослые стали, которые наши родители пожалели им говорить учиться, пожалели делать намаз, пожалели пост держать, сказали, нам жалко. Они еще маленькие говорили. Когда взрослые стали, потом, когда им говорят пост, им вообще грубо. Окажется, пост не кушать целый день. Или там намаз делать день пять раз, надо делать намаз, поэтому тяжело потом будет ответственность перед Аллахом, кто несет родителей опять. Пришло от Пророка, где он говорит, поистине мужчина, он является пастухом на, или в своей семье, и он несет ответственность за свои пастухи. То есть те, которые под его властью находятся. За свою семью он отвечает перед Аллахом. Раваху Бухари, его муслим, также и жена отвечает. Те люди, которые, тем людям следует, каким людям, которые они, каким-то делами руководят, каким-то делами они руководят, им следует. Это что за люди? Люди, которые Аллах, субхану и ва талла, дал им опекунство. Опекунство или руководитель над семьей, над детьми, чтобы они проявляли таква. То есть они боялись Аллаха, субхану и ва талла, по отношению к семье, по отношению к маленькому, по отношению к тем людям, которые под властью находятся, надо проявлять таква. То есть им необходимо приказывать им выполнять то, что им самим приказано от Аллаха выполнять, чтобы они тоже выполняли миншара или ислам, исламские законы, особенно те законы, которые необходимы всем, и мужчинам, и женщинам, и маленьким, и взрослым, и свободным, и рабам, и богатым, и зачитаем, бедным выполнять. Субтитры создавал DimaTorzok